Здравствуйте! Начну из классики, из Льва Толстого. Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Вот именно об этом в пятничном выпуске самой народной программы Новгородского ТВ. Ведем ее мы. Евгений Янин, Оксана Сас. Добрый вечер. Сегодня в гостях у соседей директор Департамента социальной поддержки населения областного Министерства соцзащиты Галина Ефремова. Галина Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Наши постоянные зрители уже знают, что если в студии Галины Ефремова, то разговор наверняка пойдет о каком-то добром начинании. О чем мы будем говорить сегодня? И правильно ли я понимаю, что вот это начинание, о котором мы будем говорить, называется пробег доброты? Да. Что это такое? Что это такое? Это спортивное мероприятие, но по названию вы понимаете, что оно не только спортивное, но и благотворительное, поскольку есть пробег и есть доброта. То есть одно без другого в этой ситуации быть не может. Значит, 9 июня, в день города, планируется множество-множество спортивных мероприятий. И одним из мероприятий, я бы хотела, наверное, думать, что ключевым мероприятием будет наш пробег доброты. Ключевым почему? Потому что, я думаю, он будет одним из самых массовых, одним из самых семейных, одним из самых добрых, если можно так сказать. Который стартует на площади Победы Софийская 9 июня в 12 часов дня. Значит, Арминь... Меня всегда интересует, откуда берутся идеи. Вот как появилась идея устроить пробег доброты? Пробеги сейчас это популярно, все куда-то бегут, да, все за здоровый образ жизни, все становятся спортсменами. А вот именно идея пробега доброты. Ну, если до конца быть честной, то есть, наверное, мы идею эту подсмотрели у Водяновой. Вы знаете, что в Москве проводится уже много лет зеленый марафон. Конечно, там немножко больше масштаб, немножко, наверное, сильнее спонсоры. Она, по-моему, поддерживает детей аутистов. Да, да. И наш марафон, наш пробег доброты, он тоже будет посвящен детям-инвалидам. И те средства, которые будут собраны в ходе пробега, в ходе подготовки к пробегу, они будут направлены на помощь детям-инвалидам. Анастасия Водянова, это хороший пример, вот я хочу заметить. Ну, вот такой, да, известный пример. Да, на нее можно действительно ориентироваться. Обычно благотворительные акции идут от запроса от детей, которым требуется средство. Кому именно сейчас требуется помощь и кому вы собираетесь? Ну, я, к сожалению, не могу назвать, кому требуется. Но это детки-инвалиды, которые проживают в Новгородской области. На сегодняшний день это уже 9 семей, которые нуждаются в помощи 2 семьи. Это те, которые были еще заявлены в ходе благотворительного марафона «Рождественский подарок». То есть вот... Какая примерно сумма нужна на реабилитацию вот всех этих детей? Сумма нужна большая. То есть я не могу сказать сумму, наверное, окончательную, но мы будем благодарны за любые средства. То есть вы понимаете, что если сумма не будет собрана в ходе марафона, то какими-то другими способами помощь будет детям оказаться. Расскажите, какими способами тогда участники пробега доброты смогут сделать пожертвование? И как вот будет организован сбор средств? Значит, я уже сказала, что мы от идеи ушли к организаторам. То есть организатором мероприятия является благотворительный наш фонд социальной поддержки населения «Сохрани жизнь». И именно сбор средств и регистрация участников осуществляется на сайте фонда «Сохрани жизнь». То есть в поисковой строке в Яндексе нужно набрать «Сохрани жизнь» 53 РФ русскими буквами, русским текстом. И вы попадаете сразу на сайт фонда «Сохрани жизнь». И там висит на первой странице огромный баннер «Пробег доброты». На него кликаем, нужно кликнуть левой кнопкой мышки, и начинается регистрация. Нужно будет ввести анкетные данные. И дальше вы попадаете в личный кабинет, и уже в личном кабинете появляется кнопочка «Оплатить». Предлагается множество различных способов электронной оплаты. То есть все то, что использует Яндекс.Касса, возможно, на сайте тем же способом перечислить деньги самыми удобными, доступными для всех жителей Новгородской области. В том числе и через Бирбанковскую карту. То есть минимальный взнос регистрационный – это 200 рублей. Это обязательный такой, да? Хоть он и добровольный, но все-таки хочется сказать, что это обязательный такой взнос. Минимальный. Мы назовем это не обязательно, а все-таки минимальный. Минимальный. Мне очень нравится. Но если есть желание у того человека, который регистрируется на сайте, неоднократно ввести эту сумму, то это можно сделать. Можно больше. А можно больше, да. У меня вопрос, если наши телезрители не могут сделать вот такой вот, зайти на сайт «Сохрани жизнь, 53 РФ» и что-то такое сделать. Если они просто придут на площадь «Победу Софийская» 9 июня в 12 часов, то где они смогут сделать добровольное пожертвование? Нужно прийти чуть пораньше, не в 12 часов, потому что в 12 часов мы стартуем, а регистрация и внести благотворительный взнос можно будет с 10 часов уже на площади «Победы Софийская» или наличными через кассу фонда, или у нас будут арендованы у Сбербанка мобильные терминалы, куда можно будет также банковская карточка оплатить. Но тут бы еще обязательно, пока я не забыла, нужно сказать, что для всех деток участие в пробеге будет бесплатным. То есть все несовершеннолетние новгородцы, которые захотят до 18 лет, участвовать, они могут это сделать совершенно бесплатно. И все, могу гарантировать, что все несовершеннолетние получат манишку, участника пробега, фирменная эмблема и номер 1160. То есть поскольку мы празднуем юбилей города, мероприятие проводится в юбилей города, то несмотря кто когда зарегистрировался и под каким номером он стоит в списке участников, у всех будет единый номер 1160. Это просто сувеник. Выиграет номер 1160 в любом случае. А выиграют все, то есть у нас не будет тех, кто проиграл. То есть кто вышел на старт, тот и добежал, дошел до финиша, тот получает медаль финишера. Такое объединение людей получается, все бегут под одним номером. У меня вопрос про участников. Я слышала, что участники не только спортсмены будут бежать, но и люди также могут бежать на инвалидных колясках. Да. Расскажите про вот это. Мы планируем и у нас уже есть заявившиеся люди, которые активные. И я рассчитываю, что придут не только те, которые участвуют во многих мероприятиях, но кто-то еще присоединится, кому мы увидим, может быть, в первый раз. То есть порядка уже 10-12 людей, которые используют для передвижения кресла-коляски, у нас есть. Тут нужно будет необходимо пройти дополнительный медосмотр, несмотря на то, что у нас будет дежурить бригада медиков, которые такой осмотр, экспресс-осмотр проведут непосредственно на месте забега. Наверное, следует еще отметить, что все участники забега застрахованы от несчастных случаев. То есть у фонда подписан договор с страховой компанией. Также будут наши силовые ведомства участвуют и являются членами оргкомитета. То есть порядок мы рассчитываем, что будет не будет нарушаться, но будет обеспечен. Вот действительно много людей задействованы. И у нас мероприятие проходит впервые, кто в числе организаторов. Потому что, наверное, без оргкомитета, без людей, которые все это организуют, сами люди до них не побегут. Как заседали мы оргкомитет 22 мая. И после заседания, сейчас скажу, кто член оргкомитета, после заседания оргкомитета, после того, как в эфир в новостях вышел сюжет, звонков, ну, множество. Это очень приятно, что вот такой отклик мы получили. Поэтому я и не оговорилась, когда сказала, что, может быть, не все, но несовершеннолетние ребятишки точно получат манишку. Потому что есть опасения, что у нас будет больше участников, чем манишек. Поэтому мы будем, наверное, преимущественно их дарить все-таки деткам. Расскажите про дистанции. Вот взрослые бегуны побегут на длинную дистанцию, а детям будет детской какой-то марафон. Ну, мы думаем, что это бежать, те, которые придут семьями, они будут все вместе. Значит, две дистанции предусмотрены только для людей, которые используют для придвижения кресла-коляски. Это 200 метров на Софийской площади. И они стартуют 12. И в 12.10 сразу стартуют все остальные на дистанцию 2000 метров. Где же они будут бежать? Где побегут, а где трасса пройдет? Трасса пройдет от площади Победы Софийской вдоль Монумента Победы и возвращаемся на площадь Победы Софийской. И все-таки в любом забеге, ну, важно, кто первый придет к финишу. Будут какие-то отдельные призы поощрения, там, первые тройки. Ну, вот, засекаться время. Засекаться время может фиксироваться. Представьте себе, не будут. Не будут. То есть у нас добрый спорт. Добрый спорт. Да. Слушайте, ну, расскажите, пожалуйста, все-таки меня, как маму, ребенка на инвалидной коляске, интересует вот эта вся организация. Во сколько нужно прийти, чтобы пройти мета-осмотр, может быть, что-то взять с собой, медицинскую карту? Ну, заранее. Заранее. Если вы уже зарегистрированы на сайте, я думаю, что вы уже это сделали, да. То тогда нужно будет прийти, ну, я думаю, что не раньше, чем в 11.30. Парковка будет тоже обеспечена, если вы приедете на автомобиль. То есть парковка будет на территории правительства, здания правительства. Именно для участников забега. Именно для тех людей, кто с ограниченными возможностями. А, вот, да, это очень важно, чтобы соседи понимали. То есть, ну, то, чтобы совсем рядышком от старта был автомобиль, и человек не испытывал никаких дополнительных трудностей. Надо заранее как-то регистрироваться. Вот именно автомобиль, да, сказать, что я приеду на автомобиль. Мы составляем списки людей, которые используют кресло-коляску при движении. И там же мы попросим указать марку. Нужно ли парковочное место? Да, нужно позвонить. Позвонить нужно в Министерство труда и социальной защиты населения 983-156. Прекрасно. Или в Общество инвалидов. А, Всероссийское общество инвалидов. Артилляцкий Александр Евгеньевич, он будет на месте с 30 мая. Поэтому с 30 мая можно и через Общество инвалидов, если кому-то так удобнее, привычнее. Потому что мы знаем, насколько важен еще, ну, как бы, общение, и к кому кто привык, и с кем легче общаться. Какое количество людей вы ожидаете на пробеге? Ну, мы планировали поначалу, то есть, ну, невозможно не планировать, да, на 500 человек, но потом мы уже увеличили до 700, а теперь, я думаю, что будет больше. Очень надеюсь. Я так понимаю, что и вы бежите, и Оксана бежит, да, все правильно. И вам придется бежать. Так что регистрируйтесь на сайте. Да, регистрация, она уже вовсю идет. В принципе, любой может зарегистрироваться уже сейчас. Вы отслеживаете, сколько сейчас уже зарегистрировалось? А вот на нее не посмотрела, когда шлакнул. Очень интересно. Не могу не спросить, готовитесь как-то вот к пробегу? Все-таки это же... Ты имеешь в виду тренироваться? Тренироваться как-то, да. Я у Оксаны видел в Инстаграм, что выкладывают фотографии, бегают вокруг Кремля. Да, не выкладываю, но хожу вокруг Кремля и посещаю спортивный зал. Мне кажется, нашим соседям тоже надо порекомендовать, которые вдруг сейчас захотели поучаствовать в пробеге доброты. Не нужна специальная подготовка. Но все-таки как-то вот размяться, подготовиться. Тут очень важно единение. Очень хочется видеть людей вот в едином порыве. То есть можно будет, если что, и пешком пройтись чуть-чуть какой-то. Да, да. И медаль будет. Все с палочками, всех бабушек, дедушек тоже можно взять с собой. Это будет очень интересно. То есть если прийти всей семьей, то это будет интересно для детей очень. Как-то будет организовано, к примеру, напитки, потому что... Назовем так, энергетические точки. Да. Как у Бегунов. Ну, это, наверное, как бы не к организаторам акции вопрос, но будет. Поскольку это все проводится в рамках Дня города, то мероприятий очень много, в том числе и пункты питания, и энергетический. Ну да, можно будет восполнить потери. Да, можно будет восполнить потери. Дорогие соседи, не переключайтесь, мы вернемся в студию после рекламы. 9 июня я приму участие в благотворительной акции «Пробег доброты». За тех, кто это сделать не может. А я могу. И ты можешь. Давай вместе. Зарегистрироваться для участия в акции и сделать благотворительный взнос можно на сайте сохранижизн53.рф или на старте в День забега. Все собранные средства пойдут в помощь детям-инвалидам. Компания «Новлайн». Интернет до 150 мегабит в секунду. Кабельное и цифровое телевидение. Телефония. «Новлайн». Телекоммуникационные услуги для дома и офиса. Великий Новгород. Воскресенский бульвар 4. Телефон 502-500. Нужна работа? Присоединяйся. Сеть магазинов «Эконом» приглашает продавцов-консультантов. Заработная плата 21 тысячи рублей. Работа в стабильной и развивающейся компании. Справки по телефону 22 90 16. Внимание! Чтобы газ не только создавал удобство, но и при этом был безопасным ресурсом, заключите договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для проведения планового техобслуживания необходимо обеспечить доступ сотрудникам обслуживающей организации в помещение, где установлено газовое оборудование. Помните, неисправность газового оборудования может привести к трагедии, а отсутствие договора или отказ в доступе для проведения ежегодного технического обслуживания при остановке газоснабжения. Флора 53 предлагает посадочный материал оптом и в розницу. Цветочная рассада. Хвойные, лиственные, плодовые. Большой ассортимент. Нехинская 57. Девятого июня я надену свои любимые кроссовки и вместе со всем городом приму участие в благотворительной акции «Пробег доброты», потому что это важно. Зарегистрироваться для участия в акции и сделать благотворительный взнос можно на сайте «Сохрани жизнь 53.рф» или на старте в день забега. Все собранные средства пойдут в помощь детям-инвалидам. Ну давайте еще раз нашим соседям скажем, какая цель у «Пробега доброты» — это сбор средств на помощь конкретным семьям, правильно я понимаю? Я сама пыталась себе ответить на вопрос, что важнее, пробежать или собрать деньги. Наверное, то и другое, понимаете? То есть, чтобы новгородцы вышли, захотели, подышали воздухом, пробежали и сделали еще хорошее дело. Но цель благотворительности, она все равно существует. То есть, человек, даже не приходя на «Пробег доброты», все равно может помочь. Я так понимаю, что есть даже смс-номер короткий, которому тоже можно отправить. Да, то есть, мы акции максимально проводим по той схеме, которая у нас уже выработалась много лет в ходе рождественского марафона. Не случайно и средства будут идти через кассу фонда «Сохрани жизнь». То есть, короткий номер, который… Вот здесь вот можно показать, я вот покажу для всех. 75-22 и смс на этот короткий номер со слова «Спасем» направляем так же и так же через кассу фонда. То есть, традиционные способы сбора средств они остались. Про благотворительность давайте немножко поговорим. В общем, очень хочется, насколько, на ваш взгляд, важны такие акции, когда не просто благотворительность, как сбор средств, когда говорят, вот есть конкретный адрес, вот есть человек, который нуждается, давайте соберем ему деньги. А когда проводится некая акция, да, это пробеги, какие-то флешмобы люди устраивают, да, выставки, вернисажи и так далее. Вот насколько это важно? То есть, здесь важна не сумма взноса, она может быть минимальной, ее может быть не быть, а именно привлечение внимания общества к тому, что проблема существует. А еще скажите, пожалуйста, вот как департамент социальной поддержки населения определяется с выбором, куда и кому помочь? Ведь сейчас наверняка вы знаете, что собираются средства абсолютно на все, на детский отдых, на тот же спортивный мероприятие, чтобы отправить ребенка куда-то выступить. Наверное, приходят к вам и просят помощи в основном федерации. Жесту-то мы помогаем, мы всегда в ходе марафона рождественского, потому что, ну, все мы знаем, насколько важен для Новгородской области жест и насколько он нуждается в помощи. Всем помочь невозможно, но как вот вы выбираете? Мы выбираем, наверное, первый критерий, это когда нельзя уже помочь в рамках действующего законодательства. То есть, вы понимаете, если мы говорим о Министерстве труда и социальной защиты населения, то мы оказываем в рамках законодательства и областного, и федерального ту помощь, которую человек может, имеет право получить. Если получается уже так, что есть на лечении квота для ребенка, а мамочке надо ухаживать за ребенком, надо быть рядом, надо проживать, то это уже за рамками действующего законодательства, и тогда вот эти обязательства на себя берет фонд и органы государственные. А какие это средства? Это ваши средства или дополнительно привлеченные? Это однозначно дополнительно привлеченные средства, потому что я уже сказала, что в рамках действующего законодательства мы что можем, то мы делаем. Как вам удается найти эти средства? Потому что я представляю, это просто непросто сделать. Иногда просто к нам обращаются и говорят, что вот есть такая сумма. Иногда говорят, есть продукты, иногда говорят, есть вещи. Будете брать, надо, не надо. Если вот есть ситуация такая, которая стыкуется, то есть вот руководитель мебельного производства хочет подарить диван, там он у него залежался на складе. А кому-то как раз нужен был диван. А кому-то как раз нужен, то это идеальная ситуация. А если нет, то тогда у нас что-то есть в банке данных, чем мы можем помочь, но есть люди, которые... Значит, у нас работает сеть, у нас комплексные во всех муниципалитетах, это комплексные центры социального обслуживания населения. Там везде есть отделение по работе с детьми. И они ближе всего находятся к населению. И в каждом комплексном центре, в каждом нашем учреждении есть свои, и добрые люди, и те, кто нуждается в добрых телах. Это как раз, наверное, та помощь, которая может исходить от органов власти, именно благотворительным, да, общественникам, которые занимаются благотворительностью. Потому что многие ведь, когда видят, там, какая-то благотворительная акция, поддержанная министерством или, да, каким-то государственным органом власти, задают вопрос, ну так почему они поддерживают благотворительность? Это их работа, они и так этим должны были заниматься. Но оказывается, что сами благотворительные организации, сами, да, благотворители, часто просто не могут без органов власти справиться, решить, найти ту проблему, которую бы надо решить. Поэтому тут мы выступаем координатором-помощником. Они сами к вам приходят обычно? Сами приходят, они сами выходят на руководителей наших учреждений. То есть я знаю семью, где они помогают каждый Новый год нашему дому-интернату. То есть готовят для пожилых. Обычно же это считается Новый год, да, детский праздник, то есть сладости и конфеты. Но пожилым-то нужны, кроме сладостей и конфет, мягкие конфеты, и халаты, и тапочки, и носочки. Поэтому, но вот такие люди, они как раз эти подарки делают без камер, и они не всегда готовы к тому, чтобы о них рассказать. То есть в нашей области есть и такие благотворительные. А как вы считаете вообще, вот вы сказали без камер, обычно считается, что если ты делаешь доброе благотворительное дело, то лучше ты сделаешь это тихо, кому-то поможешь. Либо же все-таки нужно вот нашим социуму рассказать об этом добром деле, чтобы они также могли сделать, к примеру, в каком-то другом городе. Здесь тоже, наверное, не будет однозначного ответа. То есть хороший пример, он всегда является, он заразительный, он является примером для других. Но если человек хочет остаться неизвестным и делает это из года в год, и его там знают, его там ждут, и это его право, понимаете? То есть тут не может, тут, наверное, 50 на 50. То есть как хороший пример, и как счастье любит тишину. Сейчас многими родительскими сообществами делается много хороших, добрых акций, благотворительных. Вы их поддерживаете? Однозначно подписано, поддерживаю. А опыт это вам какой-то дает? Например, опыт, который был получен вашим департаментом при проведении, при организации пробега доброты, он может потом использоваться при проведении других акций? Я думаю, что, ну, наверное, он может использоваться при проведении этой акции. То есть если она станет традиционной, то мы будем ее каким-то образом расширять. Мы учтем то, что не получилось в этом году. Мы, может, привлечем большее количество спонсоров. Может быть, по-другому преподнесем информацию о пробеге. То есть вы знаете, что год назад мы проводили акцию «Один день счастья пожилому человеку». То есть этот опыт, он действительно нарабатывается. То есть мы смотрим опыт мировой, мы смотрим опыт российский и пытаемся что-то сделать, применить и сделать у себя что-то новгородское. Не могу не спросить про сообщества, которые поддерживают пробег доброты. Вот, к примеру, конкурс «Миссис Великий Новгород» участницы, они также побегут. Какие еще сообщества поддерживают этот пробег доброты? В первую очередь это наше учреждение социального обслуживания. Побежите все. Ну, такая задача не ставится, но то, что приедут даже с муниципальных районов, лежащих, это, в принципе, как бы уже о чем-то говорит. Образовательные учреждения, дорожные предприятия. Это могу сказать по тем звонкам, которые уже поступают сейчас. Наш Медовый дом вчера с инициативой выступили. А сколько нужно человек привезти? В общем, поддержка есть, и все готовы в этом участвовать. Поддержка есть, и активность у жителей Новгородской области есть. Это здорово. Главное, чтобы еще и погода 9 июня была хорошей, не подвела и помогла. Потому что мы не смотрели. Спасибо большое за интересную беседу. Я думаю, обязательно увидимся на пробеге доброты с нашей редакцией. Как всегда, можно связаться по телефону 638-005. Ну и не забывайте делиться своими новостями в нашей группе ВКонтакте. Новгородское областное телевидение. Дорогие соседи, 9 июня, 12 часов, Площадь Победы, Софийская. Бежим вместе! 9 июня я участвую в благотворительной акции «Забег доброты» для того, чтобы поддержать тех, кому с таким трудом дается каждый шаг. Не оставайтесь в стороне, поддержите. Зарегистрироваться для участия в акции и сделать благотворительный взнос можно на сайте сохрани-жизнь53.рф или на старте в день забега. Все собранные средства пойдут в помощь детям-инвалидам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова